Небольшой порог. Большинство людей его не заметят, а для кого-то это серьезное препятствие. Есть такой порожек, который по нормативам должен сопровождаться или к нему должен подходить подвижение, по которому я бы как инвалид на коляске мог спокойно заехать. А вот через этот порожек я, к сожалению, не смогу. Общественники и активисты посетили два сетевых магазина. Из плюсов – наличие пандусов и раздвижных дверей. Но нет разметки для слабовидящих. Да и звонок вызова сотрудников на входе тоже бы не помешал. Необходимо делать контрастные полосы на ступеньках, на входных группах, потому что вроде бы такой маленький, копеечный вопрос, проблема, но это очень улучшает качество условий доступности, потому что слабовидящий человек, он не видит ступенек на входе, потому что зрение не позволяет, для него это серый фон. И, конечно, можно и упасть, можно и поломать, заступиться и принести вред своему здоровью. У магазина оборудована парковка для инвалидов, однако есть замечания. Должен быть на асфальте значок инвалида, и двумя полосками отмечено само место, потому что люди, которым, допустим, придет штраф, они могут отобжаловать, сказать, ну, на асфальте же не было разметки. Руководство магазина охотно пошло навстречу и пообещало прислушаться к советам общественников. Конечно, полностью все меры мы предпримем, все исправим. Какой срок вы будете делать? В самый ближайший. Такие рейды по социально значимым объектам проходят на постоянной основе. После окончания самоизоляции активисты вернутся к прежнему графику раз в неделю. Ксения Абрагина, Николай Забродин, Новости Химки ТВ.